Для начала нам нужно создать форму. Для этого у нас есть специальный плагин VP-Forms. Мы не будем пока пользоваться тем плагином, который установила нам тема. Мы будем пользоваться лучшим плагином для этого VP-Forms. Кликаем по этому плагину. Для создания новой формы кликаем по кнопке «Новая форма». У нас будет две формы «Купить за клик» и «Консультация». Давайте создадим новую форму. Первую «Купить за клик». «Купить за клик». И вот, где пустая форма, наводите курсор мыши и кликаем по кнопке. Значит, форма имеет две стороны. Левую и правую. Правая отображается текущее состояние нашей формы. Слева отображаются кнопки, с помощью которых мы создаем контент нашей формы. Для создания поля «Имя» кликаем «Имя». Для создания поля «Телефон» кликаем «Строка текста». Конечно, есть отдельное поле для телефона, но эта опция доступна в платной версии. Мы будем все делать в бесплатной версии. И также нам нужно кликнуть еще раз по полю «Строка текста». Вот так вот. Сейчас все отлично. Теперь для того, чтобы настроить первое поле «Имя», кликнуть нужно рядом с его имени или по имени вот здесь в превью презентации. Кликаем. Здесь выбираем в формате «Просто», просто чтобы имя было. Переходим в расширенные опции. Внимание, это обязательное поле мы делаем. Если хотите его сделать необязательным, то убираете галочку с этого чекбокса. В замещающийся текст ставим имя и ставим «Скрыть заголовок поля». Видите, сверху подпись такая исчезла. Раньше было трендом делать приписку к этому полю, и это было считалось нормальным. В текущем состоянии дизайна сейчас рекомендуется делать через плейсхолдер. Плейсхолдер – это вот такая надпись внутри поля, куда вводит клиент какую-то информацию. Как только он начинает вводить информацию, подсказка исчезает. Это считается сейчас современным, и так нужно делать. Так, далее кликаем по строку текста. Здесь мы должны ввести заголовок поля «Телефон». Подсказка выходит. Мы делаем это поле «Обязательному заполнению». Переходим в расширенные. В замещающийся текст ставим телефон. Приписку «Телефон вводится без восьмерки». И дальше мы должны вводить маска ввода. Он у меня автоматически определился. В общем, мы должны ввести такие числа 9999999. Смотрите. Это формат ввода данных. Любой телефон начинается с восьмерки. Мы восьмерку пропускаем. Дальше идет код города. Три цифры. 999, потом еще три цифры, и потом по две цифры. Это формат всех телефонов. Это нужно для того, чтобы клиент не вел с ошибкой свой номер телефона. Это повышает конверсию и все дела. И, ну да, нужно поставить галочку «Скрыть заголовок поля». Теперь кликаем строка текста. Последний, последний, последний наше поле. И сюда мы вводим заголовок. Три точки, да. Это, ну это будет необязательное поле. Расширенные опции. Давайте скопируем. И здесь замещающийся текст. Введите название товара. И скрываем заголовок поля. Отлично. Наша форма почти готова. Теперь есть вкладка тут «Настройки». Переходим сюда. Купить за клик, называется форма. Вот сюда, CSS класс отправки формы. Вы должны вставить вот так вот. Button, нижнее подчеркивание. Так, еще раз. Вот так вот. Вы должны вставить button, нижнее подчеркивание форма. Это нужно для дальнейшей стилизации формы. И именно видите вот это значение. Button, нижнее подчеркивание форма. Это видите, это подкладка «Общая» была. Теперь есть подкладка «Уведомления». Здесь нужно настроить тему для письма. Удаляем вот эту приписку, чтобы было просто купить за клик. Если вы хотите настроить получение писем на тот e-mail, который вы указали при установке темы WordPress, то вот здесь ничего не меняете. Если же у вас хотите использовать на другой e-mail, то здесь вводите этот e-mail. От имени, от какого-то. Ну, в принципе, больше ничего не меняем. В подтверждение заходим. Существует три варианта ситуации, то есть развития событий, которые могут настать после того, как клиент отправит вам форму. Вы можете выводить сообщение. Вы можете показывать какую-то страницу из своих страниц. Вот она из страницы. Можно выбрать любую страницу. Вы можете перенаправлять на любой URL, то есть на любой сайт, на любой адрес в интернете. Но мы будем выводить сообщение. Вот вы выбрали сообщение. Здесь мы делаем шрифт жирным, выравниваем по центру. В конце ставим восклицательный знак, большой буквы вами. И здесь напишем спасибо за ваш заказ. Мы скоро свяжемся с вами. Все отлично. Кстати, тут появилась такая опция. Допустим, вы можете сразу и выводить сообщение, и перенаправлять, или что-то параллельно делать. Вот видите, добавить новое подтверждение. Делайте. Но сейчас у нас в этом особого нет смысла, поэтому мы это делать не будем. Сохраняем изменения. Выходим отсюда. По крестику сюда кликаем. И вторая форма у нас будет очень похожа на эту, только без одного поля. Поэтому целесообразно нам не создавать новую форму, а скопировать эту. Мы наводим на существующую форму курсор мыши и кликаем дублировать. Тут видите, тут можно менять, предпросмотр делать и удалять. Итак, наводим на скопированную, продублированную новую форму. Кликаем изменить. У нас сейчас будет форма консультация. Сюда кликаем по названию. Видите? Консультация. Дальше с левой панели поля выбираем. И здесь нужно убрать вот это поле. Видите, видите название товара? Мы наводим на это поле курсор мыши и кликаем по корзине. Далее, здесь все остается по-прежнему. Переходим в настройки. Консультация. Название формы. Баттон формы остается. Уведомления. Тема письма будет у нас уже консультация. Все остается по-прежнему. Переходим в подтверждение. И здесь нам нужно изменить сообщение. Спасибо. Либо, допустим, ваша заявка принята. Мы скоро свяжемся с вами. Остальное остается все без изменений. Сохранить. И выходим отсюда. Все, наши две основные формы созданы. Теперь нам нужно создать всплывающее окно для формы консультация. Об этом поговорим на следующем уроке.